Краткий, очень схематичный, очень базовый, очень упрощенный курс по иммуносистеме. Курс лекции – это вторая лекция, которая посвящена иммуноглобулинам. Иммуноглобулины или еще их называют антитела. Давайте разберемся, что это такое, откуда оно берется и зачем оно нужно. Итак, значит, иммуноглобулины, как я уже сказала, это еще и антитела, иначе называются. С собой они представляют некий простой гликопротеид. Он синтезируется, этот гликопротеид, специальными клетками, B-лимфоцитами, которые превращаются в плазматические клетки. То есть нельзя сказать, что гликопротеид синтезируется B-лимфоцитами. Почему? Потому что B-лимфоцит – это вот это, это спокойная клетка. Вот когда ей будет отдана команда, что да, синтезируй конкретно вот этот тип антител, заточенный под этот антиген, эти B-лимфоциты принимают решение о делении, пролиферации, они размножаются, и получается много вот таких вот клеток активных. Вот эта клетка, согласитесь, значительно отличается от этой. Хотя вот эта является ее предшественником. Значит, мы обращаем внимание, что эта клетка большая, и у нее очень темная цитоплазма. Почему? А именно потому, что фактически на данный момент эта клетка является фабрикой по производству белков. Именно поэтому, то есть в ней сейчас развернут целый завод, ее цитоплазма огромная, из синего цвета, синий за счет количества вот этих вот белков, которыми напичканы ее цитоплазмы. То есть плазматическая клетка – это не что иное, как активированный B-лимфоцит, синтезирующий антитела. Теперь давайте подумаем, а что же такое антитела? То есть мы уже поняли, что это гликопротеиды. Причем они имеют совершенно четкую форму. Схематически их обычно изображают в виде вот таких вот вилочек. Ну вот давайте разберемся, что же в этих вилочках изображают. Итак, у антитела есть вот на этой схеме так называемые тяжелые цепи. Тяжелая – это вот эта вот такая вот длинная цепь. К ней присоединяется десульфидными связями маленькая цепь. Вот эта маленькая, она называется, соответственно, легкая. Я их пометила как H и L. Почему? Потому что во всей литературе они именно так и помечаются. L от слова light английского, то есть легкий, да? И H от слова heavy английского, то есть тяжелый. Итак, ну это и логично, это мы запомним, да? Длинная цепь тяжелая и маленькая цепь легкая. Но на этом все не заканчивается. Итак, мы заметили, что да, к тяжелой цепи легкая присоединяется десульфидной связью. Кроме того, вот эти две тяжелые цепи между собой тоже соединены десульфидным мостиком. Хорошо. А как же действует антитело и почему антитело способно связываться с антигеном? А все заключается вот в этом вот конечном участке. Дело в том, что там на самом деле очень сложная генетика. Ее мы сейчас, в нее мы углубляться не будем. Но благодаря вот этому перебору, скажем так, и комбинации разных там генов формируются разные белки. И в результате вот этот вот конечный участок антитела, он очень-очень вариабельный. Поэтому он и обозначается такой вот буквой «в» от английского «variable». Причем и тяжелая, и легкая цепь свои кончики вот эти вот имеют совершенно разные. Поэтому я их пометила разным цветом. То есть тут вот, например, зелененький, голубой, розовенький. Смысл этого действия в чем? В том, что в результате формируется огромное количество, скажем так, геометрических впадин. Мы это еще посмотрим на следующем слайде. Наша задача сейчас запомнить вот эти все сокращения. И что, как называется, чтобы в дальнейшем в литературе понимать, о чем идет речь. Итак, значит, условились, что тяжелая цепь антитела – это некая длинная цепочка. Легкая цепь – это некая короткая цепочка. Все они соединены десульфидными мостиками. И у этой вилки на конце бывают совершенно разные геометрические формы для того, чтобы подходить к совершенно разным по форме, именно геометрическим антигенам. Вот эти вот тяжелые цепи, они могут быть разными. И вот эта вот разность, она обеспечивает класс антител. Об этом сейчас еще поговорим. И легкие цепи тоже бывают разными. Их на самом деле не так много, их всего два вида – капа и лямта. Поэтому я их здесь обозначила. Кроме того, в текстах может встретиться такие вот сокращения, и нужно понять, что они означают. Дело в том, что когда антитела там изучали, на них там по-разному действовали, в том числе энзимами. И вот если подействовать на антитело папаина, то он как бы разорвет, это антитело растворит вот здесь вот. И в результате этого растворения образуются вот такие вот три кусочка. И вот этот вот кусочек, он как раз и будет соединять вот эти вариабельные части, да, то есть те, которые подходили к антигену какому-то. И его так и назвали – Fraction Antigen Binding, то есть та часть, та фракция, которая связывает антиген. Но есть и другая фракция, и ее назвали кристаллизующейся. Ну, вот так им показалось, что это будет правильно. На самом деле это очень важная часть, мы о ней тоже поговорим. Но если вдруг в тексте вы услышите FAB или FC, вы должны понимать, что FAB – это вот эта часть антитела, да, а FC – это вот противоположная часть антитела, которая не содержит вариабельных участков, но она очень важна для нашей иммунной системы, для распознавания. А вот эта часть важна для антигена, для того, чтобы ловить антиген. Но это если подействовать папаином, а если, например, подействовать пепсином, то разрыв антитела происходит в другом месте. И в результате образуется вот такой фрагмент, который содержит обе, да, всю вилку целиком, и по сути это та фракция, которая связывает антиген, только двойная, поэтому она в скобках и 2, да, FAB 2. А вот этот вот кусочек, его назвали вот так. То есть, я не знаю от испанского печенья, но на самом деле нет, конечно. Ну, как запомнить? Основное, что нужно здесь запомнить, это тяжелые цепи, легкие цепи, вариабельные участки. Соответственно, вот эти участки будут называться константными, то есть C – констант, да. Константный участок тяжелой цепи – CH. Константный участок легкой цепи – CL. Все просто. Но потом в голове запутывается и становится ничего не понятно. Итак, мы поговорили о том, что есть некие вариабельные участки. Вот эти вот бесконечно огромное количество вариаций приводят к тому, что геометрически на кончике антитела формируется такое вот какое угодно по форме хвост. И в результате такое антитело может геометрически связаться с каким-то антигеном. То есть антител с вот этим вариабельным фрагментом, их огромное количество. Синтезировались и такие антитела, и такие антитела, и такие антитела. И все они плавают у нас в нашей сыворотке, в нашей плазме. В результате, если нам вдруг попадает антиген вот такой геометрической формы, к нему найдется свое антитело. Вот такой геометрической формы и к нему найдется антитело. И даже вот такой замысловатой геометрической формы, так или иначе, к нему найдется антитело. Но это все был упрощенный вариант. Можно посмотреть вот такую схемку 3D. Здесь тоже вынесен вот этот фрагмент вариабельный. И мы видим вот этот 3D вариант. То есть там очень много всяких форм и впадинок. И все это для того, чтобы поймать разные по форме антигены. Дальше поехали. А вот этот вот участок, который константный, так называемый, это участок, который служит для нашей иммунной системы. Каким образом он служит? Он осуществляет разные функции. В частности, активация системы комплимента. Система комплимента – это другая лекция, но кратенько можно посмотреть на эту картиночку. То есть это некая система белков, которая фактически формирует в нашем фраге дырку. И наш брак сдувается. То есть вот проникла в организм какая-то бактерия. Ее поймало антитело. И вот этот хвостик антитела, константный для нашей иммунной системы, связался с системой белков комплимента. Система комплимента. И они формируют пору. Вот я нарисовала стрелочку к этой бактерии. Они выстроились так, что они сформировали пору, дырку. И через эту дырку все мы замкнутые отдельные существа. И поэтому, если у нас есть какая-то дыра, то мы не можем так существовать. И бактерия тоже. Поэтому бактерия погибает. Взаимодействие с рецепторами фагоцита. Каким образом? Очень просто. Вот опять же налепилось антитело на какую-то бактерию. К ней подполз наш любимый фагоцит. В качестве фагоцита в данном случае выступает нейтрофил. Гранулоцит с различными гранулами. Которые собираются нашу бактерию слопать. Слопать и с помощью этих гранул переварить. Могут быть просто фагоциты. В данном случае я нарисовала с гранулоцитом. Есть еще так называемые натуральные киллеры. Это тоже отдельные лекции. Принципиальный смысл, как действует антитело. Это то, что вот этим кусочком вариабельным он очень разнообразный для разных антигенов. То есть он должен связаться с совершенно разными бактериями. А вот этот кусочек константный. Он константный именно для того, чтобы наша иммуносистема эту штучку увидела. И все, что не нужно, поймала и съела. Что вот это такое? Дело в том, что некоторые враги слишком крупные для того, чтобы их проглотить. Как, например, вот этот гранулоцит поедает бактерию. В данном случае гельминт. Гельминт крупный. И противогельминтный иммунитет нам обеспечивают иодинофилы. Что они делают? Они точно так же, собственно, распознав антитело, вот оно здесь синенькое, прикрепляются к данному червю. И начинают вовне, то есть не в себя поглощать, а они вовне выделяют свои гранулы. Чем повреждают, соответственно, врага. Да, уничтожают его. Ну и, наконец, при помощи вот этого фрагмента антитела, например, класса НЖ способны проходить некоторые естественные барьеры, такие как, например, плацентарный барьер. То есть вот клетки, которые обеспечивают этот барьер, и при помощи определенного участка специального, они распознаются и утягиваются через этот барьер. Итак, мы сказали, значит, сейчас мы посмотрим схемочку более сложную, но я просто хочу, чтобы было понятно, куда смотреть, когда мы видим какую-то сложную схему. Значит, во-первых, мы видим, что вот эта тяжелая цепь, почему мы это видим? Это по букве H, что означают вот эти цифры 1, 2, 3. Это домины. То есть, когда мы рисуем антитело вот так вот, примитивно, схематически, на самом деле, это, естественно, белок, он не такой, он гораздо более сложный, и он имеет такие сшивочки, опять же, десульфитные. И вот эта вот штука, она называется домин. Поэтому есть первый, второй и третий по счету домин. Сами по себе между собой вот эти тяжелые цепи тоже связаны десульфидными мостиками. Класс. Дальше. Я и большинство художников рисуют именно так, да, то есть тяжелая цепь, а снаружи легкая цепь. Но может изображено быть по-другому. Куда смотреть? Опять же, H, Heavy, Light, соответственно, L, да? То есть здесь вывернуто немножко по-другому, да? То есть легкие цепи здесь нарисованы внутри. Вас это, опять же, не должно сбивать толку. Смотрим дальше. Значит так. Тяжелая цепь, тяжелая цепь. Они связаны между собой. И связаны с легкими цепями. Вот это две легких цепи. Легкие цепи тоже имеют один константный домен, константный домен, и один вариабельный домен. Так же, как и тяжелая цепь, тоже имеет один вариабельный домен. Итак, вот этот фрагмент FAB, то есть фракция, связывающая антиген, а вот этот фрагмент Fc, да? Это тот, который там кристаллизация, значит, вызовет. Но неважно. Вот этот фрагмент, вот эта вариабельная часть, связывается с антигеном. Это и это, да? А это та часть, которую распознает наша иммунная система. Таким образом, антитело – это вилка. Вот эта часть должна воткнуться в антиген, а это ручка, за которую наша иммунная система возьмется, когда придет время действовать. И фишка в том, что на самом деле есть еще и разные ручки. Сейчас объясню. Вот эти вот белки, да, вот эта вот ручка, она может отличаться. То есть там может быть, может быть, строение белка быть другое. И есть так называемое, как бы, строение, которое назвали гамма. И вот эти антитела, которые имеют вот такую ручку гамма, их назвали G. Причем существует несколько разновидностей гамма. Гамма 1, 2, 3 и 4. То есть они немножко друг от друга отличаются. Чем-то похожи, а чем-то отличаются. 1, 2, 3, 4. Поэтому в литературе можно встретить иммуноглобулин G1. Вот это не должно пугать. Это значит, что это антитело, которое имеет вот эту константную часть гамма, но тип 1. И есть, допустим, иммуноглобулины G4. Дальше. Есть ручка, которая называется альфа. И отсюда пошло название антител А. И эта ручка тоже имеет два вида. Она подразделяется на 1 и 2. Соответственно, в литературе мы можем встретить иммуноглобулины А1 и иммуноглобулины А2. Тоже не должно пугать. Означает, что это какое-то антитело, которое в своей константной части, в константной части тяжелой цепи, имеет форму, которую когда-то назвали альфа. Следующий класс антител, который имеет форму ручки Мю, которую назвали Мю. Отсюда название класса иммуноглобулинов М. Слава Богу, только один. Есть также ручка, которую назвали Дельта. И отсюда название класса антител Д. И последний класс антител, который нужно будет запомнить, имеет ручку, которую назвали Эпсилон. И отсюда название класса антител Е. Вопрос, как все это запомнить? Есть одно мнемоническое правило. Вот эти вот страшные большие буквы G-A-M-E-D складываются в английское слово Gamed. Ну, как бы похоже английское слово, да? Это мнемоническое правило. Gamed. И теперь заодно и рассмотрим эти типы антител, которые существуют. Единственное, на что хотела бы обратить внимание. Значит, почему именно Gamed? Дело в том, что именно в такой концентрации, вот по убыванию, да, то есть вот эта вот самая большая, а эта получается маленькая. В такой концентрации эти антитела находятся у нас в сыворотке. Но единственная поправка – это то, что D и E нужно переставить местами. То есть получилось бы слово Gamed, но его неудобно запоминать. Концентрацию антител редко когда спрашивают, поэтому лучше запомнить Gamed, ну, хотя бы знать, какие в принципе антитела существуют у человека. Итак, давайте охарактеризуем все эти типы иммуноглобулинов. Обращаю внимание на их ручку. Значит, иммуноглобулины класса G – это вот эти, имеют вот такую ручку. И если мы обратим внимание, эта ручка может быть чуть более длинной, чуть более короткой, именно поэтому их и назвали 1, 2, 3 и 4. То есть это та самая ручка, которую назвали Gamed. Это уникальный класс антител. Во-первых, их больше всего у нас в сыворотке. До 65%, в данном случае это иммуноглобулины первого типа, их 60% от всех антител, которые циркулируют у нас в крови. Кроме того, это единственное антитело, которое может проникать через плацентарный вольер. А это означает, что оно обеспечивает врожденный иммунитет, ну какой пассивный, да? То есть это иммунитет, который, он не врожденный, он приобретенный, да, по сути, но он появляется еще до рождения. Это иммунитет, который младенец получает пассивно от матери, то есть он не сам синтезирует эти антитела, и который будет защищать его какое-то время после рождения. По этому же принципу устроится, что введение сывороток больным, когда мы вводим сыворотку, эта сыворотка содержит определенный тип антител, который будет, да, там как-то действовать. То есть связывать какой-то антиген и что-то с ним там творить. Важный момент, который нужно запомнить, это то, что иммуноглобулины G четвертого типа это единственный тип из всех иммуноглобулинов G, которые не связываются с системой комплимента. Напомню, это было вот здесь. То есть за связывание с системой комплимента, с системой белков, отвечает вот эта константная часть тяжелой цепи. Это некие белки, которые формируют пору в бактерии. Так вот, иммуноглобулины G4 с комплиментом не связываются. Еще важно будет понять, что иммуноглобулин G – это иммуноглобулины памяти, если так можно выразиться. Когда в лекции мы будем разбирать иммуноглобулины B, ой, алимфоциты B, мы проговорим этот момент, что есть определенные антитела острые фазы, это иммуноглобулины M, и есть вторичные, те, которые образуются через некоторое время и которые, собственно, будут защищать нас и которые будут синтезироваться при новой встрече с тем же самым возбудителем. Иммуноглобулины A – это тип иммуноглобулинов, которые в основном, на самом деле, находятся на слизистых оболочках. Хотя мы говорим, что вот этого иммуноглобулина по количеству он на втором месте, но на самом деле в сыворотке его, наверное, все-таки меньше, чем иммуноглобулины M. Дело в том, что он в основном находится на слизистых оболочках. И, как я и говорила, вот эта вот ручка под названием альфа, она имеет два типа, да? Один и два. И когда лимфоцит B, точнее, пазматическая клетка, синтезирует эти антитела и принимается решение о их сшивке, то есть это вот второй тип, второй тип этой ручки, она же присоединяет такой белок, вот этот G, да, вот этот G-chain, это junction, соединение. И, по сути, склеивает эти два антитела вместе. Это им на руку. Почему? Потому что там еще есть такой белочек, который распознает клетки нашей слизистой, и которые эти антитела захватывают. и выталкивают их на поверхность, то есть во внешнюю среду. По сути, вот это вот соединение находится все время не в нашей сыворотке, а как раз в секретах. Каких секретах нашего тела? В пищеварительных, да? То есть на слизистых рта, носоглотке, трахиобронхиальной, да, вот этого древа. Вагинальный секрет, слезы, слюна в молоке матери. Поэтому это первый тип антител, который на самом деле нас защищает. Каким образом? Ну, вот, во-первых, есть исследователи, которые говорят, что в таком виде они создают, если их много, да, они создают как бы сетку на поверхности слизистой. И если какой-то вирус, например, захочет попасть внутрь, он просто тупо связывается с этим антителом и не может ничего сделать. Он не может проникнуть внутрь и не может связаться с кем-то еще, не может пролезть внутрь клетки. Поэтому считается, что иммуноглобулины А обеспечивают первое звено противовирусного иммунитета. Покрывать все слизистые, запомнили, да? Но есть, в принципе, и в сыворотке. Но в сыворотке он будет в виде мономера и в виде димера на поверхности слизистых. Хорошо. Что такое иммуноглобулин М и почему он обведен в кружочек? Иммуноглобулин М – это наш автомат Калашникова. То, что лимфоциты В синтезируют в первую очередь. Значит, когда происходит их активация лимфоцитами Т-хелперами, они конкретно данный пул клеток, данный клон лимфоцитов, который на своей поверхности содержал вот этот тип иммуноглобулина М в данном случае в виде мономера. То есть на поверхности Б-лимфоцита иммуноглобулин М существует в виде мономера. Он связывается с каким-то антигеном, что-то там поглощает, выставляет на комплекс гистосовместимости, приходит Т-хелпер, говорит, да, это враг. И Б-лимфоцит начинает активно синтезировать антитела конкретно данного типа, который подходит конкретно под данный антиген. И синтезирует именно пентомер, потому что в таком виде есть больше шансов заловить антиген. На самом деле эта система, она не такая эффективная, у них пониже афинность, чем у иммуноглобулинов G. Но дело в том, что эффективность этих иммуноглобулинов заключается именно в количестве активных центров связывания. То есть шанс связать что-то гораздо больше, чем у мономера. К сожалению, есть и свои недостатки. При такой огромной структуре этот тип иммуноглобулинов не может выходить из сосудистого русла и действует он только внутри сосудистого русла. обведен в кружочек именно потому, что это антитело острой фазы. Что я хочу этим сказать? Что когда мы знакомимся с каким-то антигеном, и наше тело экстренно начинает синтезировать вот этот класс иммуноглобулинов, и мы их замеряем в крови, мы можем сказать, да, инфекция находится в острой фазе. Потому что если мы замеряем иммуноглобулины G, то мы не знаем, человек перенес когда-то эту инфекцию, и теперь у него есть эти иммуноглобулины, или он переносит эту инфекцию на данный момент, и у него синтезируются уже иммуноглобулины G. Есть, конечно, количественные методики, но если мы говорим о качественных тестах, то определение иммуноглобулинов M поможет нам выявить острую инфекцию специфических иммуноглобулинов M. Дальше, по идее, в порядке, по порядке нашего мнемонического правила идут иммуноглобулины E, но давайте поговорим про иммуноглобулины D. Почему? Потому что по количеству, по процентам содержания в сыворотке он идет на предпоследнем месте. Много чего неизученного, много чего непонятного, поэтому на данный момент считается, что основная его роль – это быть рецептором на поверхности B-лимфоцита. Иммуноглобулины E изучены больше. Почему? Потому что они ответственны за противогельминтный иммунитет. Они имеют вот этот фрагмент HFC. Он имеет специальную поверхность, специальную метку, с которой связываются и азинофилы. Поэтому, связавшись с каким-то гельминтом, они как раз вызывают связывание тех фагоцитов или тех гранулоцитов, которые могут помочь конкретно в борьбе с гельминтами. То есть те, которые не будут что-то пытаться съесть, а те, которые будут выделять гранулы наружу. И второй момент – это базофилы, которые выделяют огромное количество гистамина. Собственно, поэтому этот класс иммуноглобулинов очень важен в развитии аллергических реакций. Вообще считается, что раньше вот эта вся система, ну, раньше – это когда мы проходили определенные этапы эволюции, и на каком-то этапе эволюции, для человека гельминты, глисты, играли огромную роль. То есть от них действительно погибали. В сегодняшней и при сегодняшней развитой цивилизации мы все реже и реже сталкиваемся с гельминтами, и человек все меньше и меньше имеет какие-то глистных инвазии, некоторые не сталкиваются с ними вообще никогда в своей жизни. И, к сожалению, повысился процент аллергии. Это связывает именно с тем, что вот этот вот иммунитет, который не находит в себе работы, который, в общем-то, призван бороться с гельминтами, он так или иначе находит чем себе занять, и он занимается аутоагрессией. Поэтому, собственно, мы видим повышение процента аллергических реакций. Ну и еще на всякий случай несколько слов, несколько терминов, которые могут встретиться в той или иной теме. Значит, что такое антиген? Антиген – это то, как бы любая молекула, которая может быть распознана иммуноглобулином. Понятно? То есть вот это вот, например, это антиген. Вот это вот в целом. Что такое эпитоп? А вот эпитоп – это небольшой как бы участок антигена. Он очень маленький. Там примерно 15-20 аминокислот, которые непосредственно связываются с антителом. То есть вот этот вот участок, вот этот вот маленький – это эпитоп. И один антиген может содержать на себе несколько разных эпитопов, а, соответственно, может связываться с разными антителами, как по классу, так и по форме. Что такое иммуноген? Иммуноген – это те антигены, которые способны вызвать иммунный ответ. Причем, как бы в конкретной манере, когда стимулируется клон конкретных вот этих вот лимфоцитов и начинают синтезировать антитела. То есть это иммуноген – это что-то, что может вызвать, если так вот по-краткому, то это что-то, что может вызвать нашу иммунную реакцию. Но есть и такое слово, как гаптен. То есть, ну вот это в целом, да, это вот иммуноген. А есть гаптен. И гаптен – это такая маленькая субстанция, скажем, небелкового происхождения. Она слишком маленькая, чтобы, скажем, например, вот форма хвостика вот этого антитела, она вот такая. И вот эта штука, она как бы не связывается с антителом. Но при этом, если вот эта вот маленькая молекула свяжется с какой-то побольше, вот тут может оказаться, что она подходит к какому-то антителу и, соответственно, может вызвать иммунную реакцию. То есть гаптен – это что-то очень маленькое, небелковое, которое само по себе не является иммуногеном, но может соединиться с молекулой побольше и в таком виде уже выступать иммуногеном. Понятно. Идиотип. Идиотип – это непосредственно та часть антитела, которая соединяется с эпитопом. То есть вот посмотрите, у этого антитела вот такой идиотип, а вот у этого антитела вот такой идиотип. Изотип. Изотип – это на самом деле не что иное, как синоним к классу иммуноглобулинов. То есть изотип – это вот как раз иммуноглобулины G, иммуноглобулины A, иммуноглобулины M, иммуноглобулины E и иммуноглобулины D. И здесь их нужно поменять местами. Это по концентрации в сыворотке крови. Это изотип или класс антител. Еще один термин, с которым мы можем столкнуться – это афинность. Вот афинность – это то, с какой силой связывается антитело с вот этим вот эпитопом. Дело в том, что специфичность антител может быть как бы разная. То есть геометрически вот этот вот эпитоп, он может подходить к нескольким антителам. Но афинность одного из этих тел, то есть сила связывания, будет максимальной. Например, в принципе, вот этот эпитоп подошел бы и вот для этого антитела с таким вот изотипом. Но у антитела вот с таким изотипом связывание, афинность будет сильнее. Просто потому, что она геометрически подойдет лучше. То есть афинность – это сила связывания. Ну и, наконец, апсонизация. Апсонизация – это, по сути, как бы меченье для улучшения фагоцитоза. Чем мы апсонизируем? Антителами. То есть как раз на данной картинке происходит процесс апсонизации вот этого антигена, вот этого большого зеленого кирпичика, на него налепляются антитела разных классов и разных идиотипов для того, чтобы фагоциты распознали его и съели. Вот это называется процесс апсонизации, процесс маркирования антителами. Продолжение следует...